И к другим яслям только в Павлодарской области. Там родители недовольны качеством питания малышей в детском саду. Они даже утверждают, что видели на кухне мышины помет. И якобы проблемы с питанием начались с момента открытия учреждения. В новом году повара детского сада почему-то все больше отдают предпочтение блюдам из курицы. Алия Мухаммедова проинспектировала пищеблок и даже приняла участие в родительском собрании. Анастасия Армиянова старается пораньше забрать своего 4-летнего сына Айдара из детского сада. Как только ребенок пошел в 47-й детский сад села Мойлды, у него появились проблемы с пищеварением. По словам остальных родителей, их дети тоже стали часто получать отравления. Через раз у него постоянно жидкий стул. Вот мы задумались, может быть что-то здесь не так. Пришли с проверкой наши родительницы с родительского комитета. И вот они обнаружили здесь мышиный помет. У нас таких продуктов готовят? На кухне детского сада родители обнаружили в готовом блюде предположительно мышиный помет. Это стало последней каплей в череде возмущений. В день приезда съемочной группы на кухне идеальный порядок. Рабочие демонстрируют запасы продуктов. Картину портят пустые холодильники. В этих камерах должны быть говядина и рыба. Оказалось, все основные блюда для детей готовят только из курицы. На незапланированном родительском собрании всплыли и другие недочеты. Мы пришли, и вот даже нарезного хлеба не осталось. А я спросила, а на ужин что вы собираетесь им давать? Согласно санитарным нормам и правилам, в рационе дошкольников каждую неделю должны быть говядина, сыр, рыба, молочные продукты и фрукты. В день на воспитанника первой младшей группы в этом саду тратится 362 тенге. Тендер на закуп продуктов проводит директор сада. Как с пустыми холодильниками здесь придерживаются обязательного меню, неизвестно. Все претензии родителей вместе с директором сада выслушал и Аким Сила. Сотрудники Акимата по очередности будут посещать кухню обязательно с утрешней закладки, будут участвовать при приемке детей до тех пор, пока они не приведутся в соответствии. Администрация детского сада пообещала забить холодильники под завязку, но говядину завезут только через неделю. Возможно, тогда в детском саду и начнутся вкусные, сытые дни. Алия Ламхабетова, Арман Якубов, Информбюро, Павлодарская область.